В плену боевиков сейчас находится более 200 людей из разных стран. Ведутся переговоры об освобождении пленных, но пока что безрезультатно. Это, цитирую, говорит глава Донецкой обл. госадминистрации Сергей Тарута. Этот материал сейчас готовится к эфиру, дождитесь его. Америка уже помогла украинской армии сухими пайками. Теперь США обещали выделить нам 5 миллионов долларов на закупку приборов ночного видения и бронежилетов. Наши предприятия за месяц могут выработать максимум 15 тысяч штук. Цего катастрофично не хватает, а еще и подробки появились. Как выбрать правильный бронежилет, что в ряду из жизни наши эмоциональные Алина Мордюк и Катя Морозова знают, как помогать солдатам. А как бы чувствовали себя вы, если бы в эти самые минуты ваш муж, сын или отец находился на передовой антитеррористической операции? Тревожно? Да не то слово. А если при этом у него нет ровным счетом никаких средств защиты? Ни о чем другом харьковчанка Юлия просто думать не может. Конечно, это очень тяжело морально, потому что в любой момент, не дай господи, может с ними что-то случиться. Вы живете от звонка до звонка? Да, да, да. В карауле все живут тоже вместе с ними по телефону, в окопах. Вместе с другими женщинами она уже две недели пикетирует военкомат, военную прокуратуру и обладминистрацию. Когда их мужчин, совсем не военных, мобилизовали, заверяли, будут охранять стратегические объекты на Харьковщине, а охраняют блокпосты на передовой. На каком основании их отвезли туда и на каком вообще основании они там находятся? На основании приказа командующего, оперативного командования. Только вот об экипировке и снабжении батальона из более чем 400 человек в приказе, похоже, не было ни слова. Ребята ничем не обеспечены, бронежилетами не обеспечены до сегодняшнего дня. С питанием тоже проблема большая, несмотря на то, что везде сообщается. Юлия собирает очередную передачу. Продукты, майки и носки женщины еще осилят. А вот бронежилеты никак. Это дорого и основная проблема, его негде купить. Эти бронежилеты изготавливаются специально на каких-то заводах. Все через спецзаказ, да, они могут их получить. А простому народу их получить просто нереально. Но спецзаказ почему-то никто не делает. И мы не можем их обеспечить бронежилетами, потому что есть соответствующие требования экипировки. Харьковская военная верхушка уже две недели уверяет, там, где служит 22-й батальон, совсем не опасно. Но вот Юля получает письмо из Минобороны. На ее запрос правдиво ответили. Что они являются участниками АТО и что они находятся действительно в Луганской области, потому что многие это сначала скрывали. Оказывается, нам все время врали, обманывали, ну то есть издевались над этими мамами, над этими женами. В завершении всего Юлия узнала, через несколько дней Харьковский батальон пойдет в наступление. Это же просто ужас. Сначала, значит, в Минобороны уверяли, что батальон, где служит муж Юли, задания не опасные, хоть и в зоне АТО выполняет. А теперь все так же без бронежилета. Олег на передовую пойдет. Катю, те, про що ти розповідаєш, слухати спокійно неможливо. Чоловікові потрібен бронежилет. Але питання у тому, який бронежилет підходить вашому чоловікові, сину, коханому, я це з'ясу. Я знаю, хто нам допоможе розібратися. Радник міністра внутрішніх справ. Ситуація з бронежилетами нагадала мені школу. Тут теж усе починається з першого класу. Отже, чи підходить нам перший, другий клас бронежилетів? Він весить кілька кілограмів. Він просто з ткані. Він дуже прочий. Ківлар. Це найпрочий в світу ткань. Нескілька слоїв такої ткані. Толщиною чуть толще вашого платі. Може навіть не прибиватися кінжалом. Так? Я знайшла цю тканину, ківлар, яка схожа на мою сукенку. Подивіться, 19 шарів, її навіть пістолет Макарова не пробиває. А ось який вигляд можуть мати такі бронежилети. На фабрику нікого не пускають. Це військова справа, а не баран пчихнув. Але при відкрите завіс у таємничості для вас погодилися. Ці жилетні здіваються під костюм. Використовують частині тілохранителів, ну і самі особи, ким необхіден захист. Прикольно. Так, вони легкі і їх можна сховати під одяг. Від удару кінжалом і кулі пістолета Макарова врятують. Але щось мені підказує, що вашому солдатові на сході потрібен надійніший захист. Третий, четвертий клас – це то клас, який потрібен для пехотинців, которим потрібно рذуватися та передвігатися. Тобто, нашій армії потрібні бронежилети починаю Pix 4 класа? Нашій арміїільно потрібні бронежилети починаючи 4 класа. Четвертий клас в цілому для пехотинців, для тих, хто буде передвігатися в бронетранспортерах, т проїх, перебігати на полі і так далі, nove,amanуVI- Liberalies. Таки витримать кули автомату Калашникова и Гвинтівки. Подивите, який ось цей крутезный. Это последние наши вразки, которые мы сейчас выпускаем. Это Корсар МЗС. Корсар модульной Збройной Силы. Чем он такой особенный? Прошу вас вот так вот. Куда? Тут стихи. Сюда руку берите. Если это какие-то боевые выходы в поле, то мы полностью экипируем. Это магазины у нас, сумки для автоматных магазинов, для пистолетов, специальный карман для документов. Тут у нас есть аптечка. Ци всі чоловічі штуки захоплюють, але мене вразило інше – те, як він знімається. Отже, увага! Вы держите трос, вы держите трос, держите руку, вы здесь распадаете. Вот это состояние, быстро раскидывается. Но с этим броником особо не побігаешь. Важить понад 10 кило. Есть и меньше, и из специальной тканины, что даёт змогу тілу проветриваться. Золота середина, как на меня, ось цей. Он подъедет для нашего Олега из Харкова, который стоит на блокпосте и потребует захисту. Цей бронежилет ему подъйде? Да, ему подъйде, по поводу программы. Ці жилети, в принципе, они как універсальные. Вони в милиции применяются, и в национальных гвардии применяются, и в внутренних войсках применяются. И армейцы тоже их применяют. Олег, как раз, охороняет кордон. Те, что треба. Классом выше, 5-й и 6-й – это уже для штурмовых групп. И они рятуют от бронебейной оружии и снайперских винтевок. Поэтому остановлюсь на бронежилете 4-го класса. Но выбрати за мало. Как не купить подробку, которая никого не захистит? Адже есть те, кто хочет придбать для солдата бронежилет. А есть те, кто на таких добреньких наживаются. Подробляют, например, пластины. Можут сделать их из обычного металла. И я переживаю, чтобы эти деньги, в зависимости от класса захиста, от 1 до 9 тысяч гривен, не витратить марно. А как отличить плохой бронежилет от хорошого? Как вы отличаете обувь? Хорошая обувь, она удобная, в первую очередь. Во-вторых, она функциональна. Удобство зависит от материала, из которых он изготовлен. Хорошая качественная ременная лента, которая не крутится, не сминается. Людина, которая хочет приобрести тот же самый жилет, я бы рекомендовал обратиться к выработке. Я могу вам сказать, например, по нашим пластинам. По 4-му классу захиста наша пластина вважает 2,8 кг. Если вы берете четвертый класс захиста, и вам скажут, что она вважает больше 3 кг, 300-3,200, такого быть не может. Ну и я понимаю, что нам сейчас всем страшно, но... Сейчас огромные заказы идут на заводы от армии, от милиции, от национальной гвардии. Поэтому я еще раз говорю, подумайте трижды, насколько он вам нужен. Не получится ли так, что вы его купите и будете с собой возить багажники в машине? Потому что лучше всего, чтобы сейчас этот бронежилет лучше всего купили, подарите нашим солдатам. Я так и зрублю. Иди его к сумку, можно ли, да? Да, да, да. Все, спасибо. Да, 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 до побачи. До побачи. Все, я на почту. Катюш, порадай бронежилет захист на кодержан. Алина, я все получила. Спасибо за оперативность. Представляю, как обрадуется Юля. Юль, это то, что нужно Олегу. Прошу вас передать ближайшей посылкой. И еще передайте ему, пожалуйста, что ему очень повезло с женой. Спасибо большое. Спасибо, Катюшка. Спасибо вашему каналу. Я очень вам благодарна. Спасибо. Бронежилет просто супер. Теперь будет хоть немного спокойнее за Олега. Но мы помогли только одному. И то, что на передовую закидывают солдат без нужной экипировки, меня лично возмущает. Давайте. Давайте.